Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. С парнем на бытовой почве произошёл конфликт из-за того, что я долго не могла помыть под нос. На следующий день прихожу, а его нет дома. Звоню, а он у родителей. Ходит в поликлинику, анализы сдавать с утра иногда, а до родителей ему ехать два часа от нашего места жительства. Соответственно, ему так удобнее, но суть в том, что он ничего не сказал, специально что уехал куда-то, хотя мы обычно такое озвучиваем. И так делает, когда какой-то налейший конфликт, меня это просто вводит в ступор и очень сильно расстраивает. В этот раз я настолько разозлилась, что аж до слёз. Хотела поговорить спокойно и снова сказать, что мне это неприятно, а он не отвечал и сказал, что футбол смотрит. Перед вами был один раз, я уже не ответил, слишком расстроилась. Мне хотелось помириться и быстро все наладить после того, как я была неправа. А после такого поступка я вообще ничего не хочу. Хотя более всего, я не приношил, когда мы в ссоре, подскажите, как поступить в этой ситуации. А вообще, вправе ли я обижаться на такое его поведение? Честно говоря, я думаю, что вы обижаться будете в любом случае. Вправе вы или нет. То есть, я не думаю, что есть какие-то, ну, какое-то разрешение, да, для вас. То есть, если вы обижаетесь, то вы обижаетесь. То есть, вы чувствуете какое-то чувство, скажем так, вот. Поэтому, я бы вопрос, вот, именно так не стал. Потому что, ну, чувство возникает, каким бы оно ни было, оно, это чувство, есть, получается, как минимум. это чувство, ну, наверное, было бы неправильно игнорировать. Другой вопрос. Что оно означает? Другой вопрос. Что оно означает? Другой вопрос. Другой вопрос. Что за ним стоит? Это уже вопрос, куда более серьезный и куда более глубокий, направленный на структуру и организацию вашей личности. Это направлено на то, как вы обращаетесь со своими чувствами. Это направлено на то, насколько четкие у вас личные границы с вашим партнером, а также, насколько реалистичны ваши ожидания от этого человека. Почему я об этом говорю? Потому что мне показалось, что ваши ожидания не реалистичны. Еще мне показалось, что вы довольно тревожный человек. Само собой, что здесь я могу быть не прав. Здесь я могу ошибаться. Но на мой взгляд, это так. по крайней мере, по крайней мере, все на это, скажем так, указывалось. сейчас я попробую несколько подробнее описать то, как мне это видится. Несколько подробнее, может быть, показать то, как я вижу данную ситуацию. Итак, с парнем на бытовой почве произошел конфликт, из-за того, что я долго не могла помыть порно. Первая ссора. Здесь я бы рекомендовал вам изучить психологическую игру скандал, но от себя могу сказать, что конфликт, любой, любой конфликт, даже не любая ссора, и возникает тогда, когда люди накапливают в себе некоторые эмоции. И после этого, как бы, ждут удобного фурша. Здесь идут удобного фурша для того, чтобы ну выразить выплеснуть и выразить и выразить свои чувства, свои эмоции, которые у них есть. Поэтому, на мой взгляд, в данной конкретной ситуации то, что делаете, например, вы очень похоже на сдерживание себя. С последующим выплескиванием этого вы пишите о том, что долго не могли помыть под нос. Но складывается впечатление, что вы сами как-то не определились со своим отношением к этому. То есть, ну, окей, вы не помыли под нос. Бывает. Но есть ощущение же, что вы сами понимаете, то ли не отдаете себе отчет в том, например, что делать вам этого не хочется, то ли вы чувствуете себя виноватой за то, что не хотите это делать. В общем, в общем, вариантов здесь довольно много, но хочу сказать, что все эти варианты, в принципе, на мой взгляд, восходят именно к тому, что вы сами не определились с тем, как выяснилось, что под нос не помыт. еще нужно учитывать, что вряд ли, вряд ли вы ссоритесь именно за под нос. Ну, вряд ли это так. Если вы и ссоритесь, то точно не за под нос. Если вы ссоритесь, то вы ссоритесь за что-то другого. Бытовые ссоры редко бывают, что называются аутентичными. Практически не бывает. Витовые ссоры это история про что-то. Про какой-то конфликт, про недовольство, про внутренний конфликт. Тоже бывает такое. Но никогда не про сам, не про сам предмет. Никогда не про саму проблематику, если можно так выразиться. Так что мне бы хотелось здесь, конечно же, вас в этом смысле предостеречь именно от того, чтобы делать выводы касаемо природы ваших или вашего конфликта. Конфликт. Дело здесь не в нем. Не в под нос. Но дело здесь в ваших взаимодействиях. то есть дело здесь буквально в том, как вы взаимодействуете друг с другом. И это довольно важно. Дальше. На следующий день на следующий день прихожу, его дома не отзвоню. Он родителей ходит в поликлинику анализы с утра сдавать иногда. До родителей мы два часа ехать от нашего места жительства. Соответственно, ему так удобнее. Вот тут у меня возникло чувство, что вы как будто стараетесь объяснить почему молодой человек так поступил. У меня возникла решение, что вы не знаю, хотите его оправдать что ли. Как будто бы. и хотя вы явно его не оправдываете, вы явно им не довольны тем, что он делает, как себя ведет, вроде бы вы явно этим не довольны. Но несмотря на это, такое ощущение все же есть. Что пытаетесь, пытаетесь вы как бы донести до нас какую-то вот мысль. Как будто бы объяснить, почему он поступает так. Но тут же вы говорите, что суть в том, что он ничего не сказал специально. что уехал куда-то. То есть, иными словами, мужчина вас наказывает. Ну вот, наказывать человека можно только тогда, когда он, собственно говоря, чувствует вину. То есть, иными словами, если бы вы вину не чувствовали за то, что сделали но в этом случае в этом случае за то, что не помыли под нос. Так вот, если бы вы не ощущали вину, то и наказания бы не было. что а так вы получаете что чувствует это самое вину. Ассоциация это самое вину. И донин ДА чувствует вину вину. К сожалению следует наказание. Ну, необязательно, что так бывает всегда, но так бывает чистенько. вот судя по тому, что описываете вы, с вами это и произошло. Мы сейчас не будем говорить о том, хорошо это или плохо, мы сейчас не будем давать какую-то оценку, просто хочется сказать что вы явно чувствуете себя виноват. Потому что мужчина считает, что может вас наказать. Да, тут еще вопрос заключался в том, что если он не первый раз так действует, если это не первое проявление его поведения и отношения к конфликту, то что мотивирует вас? к примеру думать, что ну вот в другой-то раз он поступит иначе. Откуда у вас ожидания, что он будет поступать по-другому? А ожидания связаны с тем, что вы расстраиваетесь. с этим связаны ваши ожидания. Вы расстраиваетесь вследствие своего внутреннего конфликта, ну например, вы чувствуете себя брошенным или чувствуете себя отверженным и расстраиваетесь. было бы неплохо выяснить, это про ожидания или про что-то более глубокое, но порожденное, точнее порождающее ожидание. пока что ответа на этот вопрос у меня, к сожалению, нет. Дальше, значит, он не сказал специально, кто куда это уехал, хотя обычно мы такое озвучиваем, кто мы и как бы к этому пришли, и так делает, когда какой-то хоть малейший конфликт. Ну понятно, наказание. Меня это просто вводит в ступор и очень сильно расстраивает. Давайте разберемся, чем вас это расстраивает и как вводит в ступор. Вы не знаете, что делать. В этот раз я настолько разозлилась, что вас даст, ну во-первых, эмоции накопились, это первое. А второе это то, что ну хочется вас спросить а чего вы ждали? Хочется вас спросить, а почему вы ждали другого? Ведь если молодой человек поступал так неоднократно почему он должен сейчас был поступать иначе, я вот этого понять не могу. На, на, ну, ну, буквально на что опирается ваши надежды. Вот буквально, буквально на что? Ну, было бы очень хорошо, если бы вы постарались в этот момент. Раскрыть это было бы весьма и весьма полезно, как для нас, так и для вас. Ну, на мой взгляд. Дальше. Хотел поговорить спокойно и снова сказать, что мне это неприятно. Он не отвечал, сказал, что футбол смотрит, что именно неприятно и хотели поговорить спокойно, когда нужно вам, но не ему. Перезванивал один раз, я уже не ответил, а слишком расстроился. Это ваш способ обратиться с чувствами. То есть, такое вот, ну, по сути, детское поведение. Модель поведения здесь детская. У вас. И тоже желание наказать человека, собственно, так же, как он наказывает вас. То есть, вы наказываете, как бы, друг друга. Получается, молодой человек наказывает вас, вы наказываете его и, в принципе, должно быть все хорошо. Дальше. Мне хотелось помириться и быстро все наладить, после того, как я была неправа. А в чем вы были неправы, если вы до этого говорите, что хотели сказать, что вам неприятно? Дальше. Хотели помириться и быстро все наладить для того, чтобы обрести собственное спокойствие, которое зависит от того, в ссоре вы с молодым человеком или нет. Это зависимость. После такого поступка я вообще ничего не хочу. То есть, вы слишком подвержены влиянию молодого человека. Хотя более всего я не переношу, когда мы в ссоре. Почему? Ну, буквально, что в этом неприятного для вас? Подскажите, как поступить в этой ситуации? Как поступить, чтобы что? Я бы рекомендовал пойти на психотерапию, чтобы разобраться в себе сначала. Научиться конструктивно выстраивать контакты у ребятов. Смотреть, как хотите поступать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать с собой работу. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.